Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский, Благовестник. Толкование на Евангелие от Иоанна. Стихи 8-9. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа, Благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. У него были четыре дочери, девицы, пророчествующие. У диакона Филиппа были дочери, но заметь, что дочери его были девицы и пророчицы, и что они более всего благочестием достигли того, что удостоились даже дара пророчества. Писатель не присвокупил бы, что они были девицы, если бы это не стоило внимания. Стихи 10-11. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал, «Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и придадут в руки язычников». Это тот Агав, который раньше предсказал голод, но горько то, что придадут в руки язычников. Заметь, как только услышал, что ему предстоит перенести множество бедствий, начинает торопиться. Агав не сказал, что свяжут Павла. Чтобы не подумали, что он говорит, условившись заранее, нет, он сказал мужа, чей этот пояс. Стихи 12-14 Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние, просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав, да будет воля Господня. Посмотри, прочие плакали, а Павел утешал их. И тот, кто не страшился собственных испытаний, скорбел по поводу их слез. О вас плачу, говорит он, а не о страданиях, какие мне предстоят, потому что ради Господа Иисуса я готов умереть. Когда же не могли убедить его, то замолчали, потому что осознали, что на это была воля Божия. Нужно заметить, что следует останавливать тех, кто препятствует кому-нибудь сделать какое-нибудь благородное дело, хотя бы они и плакали. А эти слезы и самого Павла трогали и ослабляли его силу, поэтому он их и порицает. Стихи 15-19 После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику Мнасану Кипринину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Слово «приготовившись» означает «взяв все необходимое для путешествия». На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Иаков был иерусалимским епископом. Это брат Господа, муж великой и достойный удивления. Рассказывает им Павел, что случилось у язычников не по тщеславию, но желая показать Божие человеколюбие, служением его, то есть проповеданием евангельского учения. И живо святых, отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустова, беседы на Евангелие от Иоанна Богослова. «Встаньте, пойдем отсюда. Я есмь истинная виноградная лоза, а вы ветви, а Отец мой виноградарь». Глава 14 стих 31, глава 15 стих 1. Первое. От невежества душа делается робкую и боязливую, точно так же, как от знания небесных догматов, великою и возвышенную. Лишенная всякого попечения, она бывает как-то робка, не по естеству, а по свободному произволению. Когда я вижу, что человек мужественный, бывший некогда смелым, становится робким, я уже не считаю этого состояния естественным, потому что все естественное неизменно. Равным образом, когда вижу, что люди робкие вдруг делаются смелыми, я опять думаю то же самое. Все приписываю свободному произволению. Так и ученики были весьма робки, доколе не узнали того, что следовало, и не сподобились дара Святого Духа. А впоследствии сделались неустрашимые львов. Например, Петр, который не вынес угроз служанке, был повешен вниз головою, был бичуем, находился в тысяче опасностей и однако ж не молчал, а говорил так смело, как будто терпел это во сне. Но все это не прежде креста. Потому-то Христос и говорил, встаньте, пойдем отсюда. Для чего же, скажи мне? Уже ли он не знал времени, когда должен был прийти Иуда? Или он боялся, чтобы Иуда не пришел туда и не задержал их, и чтобы не напали злоумышленники, прежде чем он кончит свою превосходную беседу? Отнюдь нет. Это несовместно с его достоинством. Если же он не боялся, то для чего заставляет учеников идти оттуда и потом, когда кончил беседу, ведет их в сад, знакомый Иуде? Да если бы и пришел Иуда, разве не мог он ослепить им глаза, что он и сделал, только не теперь? Для чего же он уходит? Чтобы дать ученикам несколько успокоиться. Находясь в неизвестном месте, они, естественно, были в страхе и трепете и от времени, и от места. В самом деле, ночь была уже очень глубокая, и могло статься, что они даже не внимали словам, а постоянно были заняты мыслью о том, что на них нападут, тем более, что и слова учителя заставляли ожидать бедствия. Еще недолго, — говорил он, — быть мне с вами, — и идет князь мира сего. Потому-то, как они, слыша эти и подобные слова, смущались, полагая, что их тотчас же схватят, то он ведет их в другое место, чтобы они, считая себя в безопасности, могли свободно уже слушать. Имели же они услышать великие догматы. Вот почему он говорит, — встаньте, пойдем отсюда. Затем, продолжая речь, говорит, — я есмь виноградная лоза, а вы ветви. Что он хочет сказать этой притче? То, что невнимающему его словам невозможно жить, и что будущие знамения совершаются силою Христовою. Отец мой виноградарь. Что же, значит, сын нуждается в помощи? Нет, указание на отца не означает этого. В самом деле, смотри, с какой точностью он излагает притчу. Только о ветвях говорит, что они пользуются попечением делателя, а не о корне. О корне здесь упомянуто только для того, чтобы показать ученикам, что без его силы они ничего не могут делать, и что им должно так соединиться с ним верою, как ветви с лозою. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, отсекает отец. Глава 15, стих 2. Здесь он намекает на жизнь, показывая, что без дел невозможно быть в нем. И всякую приносящую плод очищает, то есть сделает ее предметом великого попечения. Хотя о корне нужно бывает больше заботиться, чем о ветвях, нужно его окапывать, очищать. Однако же, он ничего не говорит здесь о корне, но все о ветвях, показывая тем, что он сам себе давлеет. А ученики, хотя бы были и весьма добродетельны, имеют нужду в великой помощи делателя. Потому-то он и говорит, приносящую плод очищает. Когда ветвь бесплодна и, может быть, на лозе, делатель отсекает ее, а когда приносит плод, очищает ее и через сто делает еще более плодоносную. Это, впрочем, можно разуметь и о бедствиях, которые в то время угрожали ученикам. Выражение очищает, значит, обрежет, отчего ветвь делается более плодоносную. Этим показывается, что искушения сделают учеников особенно сильными. А чтобы они не стали спрашивать, о ком это сказано, и чтобы опять не привести их в беспокойство, он говорит, вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Стих третий. Видишь, как он представляет самого себя заботящимся о ветвях. «Я», говорит, «очистил вас», хотя выше показывает, что это делает отец, а между отцом и сыном нет никакого различия. Теперь нужно, чтобы и вы с своей стороны делали то, что следует. Затем, чтобы показать, что он сделал это не потому, что имел нужду в их служении, а для их преуспеяния, он присовокупляет. Как ветвь не может приносить плода сама собою, так и тот, кто во мне не пребудет. А чтобы они не отделились от него из страха, он укрепляет ослабевшую от боязни их душу, тесно соединяет с собою и уже подает благие надежды, так как корень всегда остается, а отделяться и отпадать свойственно ветвям. Потом, побудив их с обеих сторон, и со стороны пользы, и со стороны вреда, он требует того, что составляет нашу первую обязанность. Кто пребывает во мне, и я в нем. Стих 5. Видишь, что и сын участвует в попечении об учениках не меньше отца. Если отец очищает, зато сын содержит в себе, а от пребывания на корне и зависит плодоношение ветвей. Пусть ветвь и не очищается, но все же, оставаясь на корне, она приносит плод, хоть и не в таком количестве, в каком бы следовало, если же не остается и совсем не приносит плода. Впрочем, уже показано, что и сыну свойственно очищать, равно как быть корнем отцу, родившему и корень. Видишь ли, как у них все общее, и очищать, и иметь силу корня. Конечно, велик вред для ветви и в том, когда она не может ничего производить. Но Христос не в этом только поставляет наказание, а ведет речь дальше. Извергнется, говорит, вон, не будет уже пользоваться попечением делателя и засохнет, то есть потеряет все, что имела от корня. Если имела какую-либо благодать, лишится ее и останется без помощи и жизни, сообщаемой от корня. И что же, наконец, бросают в огонь? Стих 6. Но не таков удел человека, пребывающего во Христе. Далее показывает, что значит пребывать, и говорит, «Если слова мои в вас прибудут». Стих 7. Видишь ли, что и прежде я справедливо сказал, что он требует от нас доказательства от дел. Действительно, сказавши «и если чего попросите, то сделаю», глава 14 стих 13, он присовокупил. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Стих 15. «Так и здесь, если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Глава 15 стих 7. Все же это он говорил для того, чтобы показать, что злоумышляющие против него будут сожжены, а они принесут плод. Перенесши таким образом страх от них на злоумышленников и показав, что они будут непобедимы, Христос говорит, «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Стих 8. «Через это он придает своему слову достоверность. В самом деле, если принесение плодов имеет отношение к славе Отца, то он не оставит в небрежении своей славы. «И будете Моими учениками». Видишь ли, что тот его ученик, кто приносит плод. А что значит «тем прославится Отец»? Это значит «Он радуется, когда вы во мне пребываете, когда приносите плод». «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас» стих 9. Здесь уже говорит человекообразнее, «Потому что речь, приспособленная к понятиям людей, имеет особенную силу». «Подлинную». «Сколь великую меру любви выказал тот, кто благоволил умереть, кто, удостоив такой чести рабов, врагов и противников, возвел на небо! А если я люблю вас, то не бойтесь. Если слава Отца в том, что вы принесли плод, то не опасайтесь никакого зла. Потом, чтобы не сделать их беспечными, смотри, как Он поощряет их. «Прибудите в любви моей». Это уже от вас зависит, как же это сделать. «Если заповеди мои, — говорит, — соблюдете, как и я соблюл заповеди Отца Моего» стих 10. Опять идет речь человекообразная, потому что законодатель, очевидно, не мог подлежать заповедям. Видишь ли, что и здесь так сказано, о чем я всегда повторяю, «понемощи слушающих». Действительно, Он многое говорит сообразно с их понятиями и всячески показывает, что они в безопасности, и что их враги погибнут, и что все, что они имеют, имеют от Сына, и что если они будут вести жизнь безукоризненную, никто и никогда не одолеет их. Заметь же и власть, с какой Он беседует с ними. Не сказал, «Прибудете в любви Отца, но моей». Таким образом, чтобы не сказали, «Ты сделал нас ненавистными для всех, и теперь оставляешь нас и отходишь», показывает, что Он не оставляет их, а напротив, «если только они пожелают, так тесно соединиться с ними, как лоза с ветвями». А чтобы они, с другой стороны, предавшись надежде, не сделались беспечными, Он говорит, что их благополучие не будет неизменно, если они будут нерадивы. Потом, чтобы не приписать всего дела себе самому и не подать им повода к большему падению, говорит, «Тем прославится Отец». Так везде выказывает свою любовь к ним вместе с любовью Отца. «Значит, не в том слава, что было у иудеев, но в том, что они имели получить». А чтобы они не сказали, «Мы лишились отцовского наследства, мы всеми оставлены и сделались нагими и ничего не имеющими», Христос говорит, «Посмотрите на Меня». «Меня любит Отец, и однако ж я подвергаюсь предстоящим бедствиям». «Так и вас я оставляю теперь не потому, чтобы не любил вас. Если я подвергаюсь смерти, и однако ж не считаю этого знаком нелюбви к себе Отца, то и вам не должно смущаться. Если вы пребудете в любви Моей, то все эти бедствия нисколько не повредят вам в любви». Третье. Итак, если любовь сильна и необорима, и состоит не в одних словах, то покажем ее на деле. «Христос примирил нас с Собою, когда мы были врагами. Мы же, сделавшись друзьями, постараемся остаться ими. Он начал, а мы будем хотя продолжать. Он любит не для своей пользы, потому что ни в чем не нуждается, а мы будем любить, хотя из-за своей выгоды. Он возлюбил врагов, а мы станем любить, хотя друга. Но мы поступаем напротив. Мы ежедневно хулим Бога хищением и любостяжанием. Может быть, кто-нибудь из вас скажет, ты каждый день беседуешь о любостяжании. О, если бы можно было говорить об этом и каждую ночь. О, если бы и тот, кто сопутствует вам на площади и сидит с вами за трапезой. О, если бы и жены, и друзья, и дети, и рабы, и земледельцы, и соседи, и даже пол и стены могли изливать эту речь, чтобы через сто, хотя немного, мы поудержались. Этот недуг объял всю вселенную, обладает душами всех и поистине велика сила мамоны. Мы искуплены Христом, а служим золоту. Проповедуем владычество одного, а покоряемся другому. И что бы он ни приказал, исполняем с усердием и забываем для него и родство, и дружбу, и природу, и законы, и все. Никто не обращает взоров на небо, никто не помышляет о будущем. Но настанет время, когда не будет пользы и от этих речей. «Во гробе сказано, кто будет славить тебя» Псалом 6 стих 6. «Вожделенно золото. Оно доставляет нам много наслаждений и придает почет, но не столько, сколько небо. Богача многие и отвращаются, и ненавидят, а человека добродетельного уважают и почитают. Но над бедным, скажешь, смеются, хотя бы он был и добродетелен. Смеются. Но не люди, а бессловесные. Почему и не нужно обращать на то внимание? Ведь если бы мычали ослы и каркали вороны, а все люди мудрые хвалили бы, мы, конечно, не пренебрегли бы мнением последних и не стали бы обращать внимания на крики «бессловесно». А те, которые высоко ценят предметы настоящие, подобны воронам и хуже ослов. Если бы тебя хвалил царь земной, ты, верно, нисколько не заботился бы о мнении толпы, хотя бы и все смеялись над тобой. Уже ли же, когда тебя хвалит владыка всех, ты будешь искать еще похвалы от жуков и комаров? А таковы действительно эти люди в сравнении с Богом. И даже не таковы, а еще хуже. Доколе же мы будем присмыкаться в грязи? Доколе будем поставлять для себя судьями беспечных ленивцев и чревоугодников? Они могут хорошо оценивать игроков в кости, пьяниц и живущих для чрева. А добродетели и порока они не могут вообразить себе и во сне. Если бы кто стал смеяться над тобою, потому что ты не знаешь, как провести каналы для стока воды, ты без сомнения не оскорбился бы, а напротив, даже посмеялся бы над укоряющим в таком незнании. Зачем же, желая подвязаться в добродетели, поставляешь для себя судьями людей, которые совсем не знают ее? Потому-то мы никогда и не успеваем в этом искусстве. Мы вверяем свое дело не людям опытным, а невеждам, а они судят не так, как требует искусство, а по собственному невежеству. Поэтому, умоляю вас, будем презирать мнением толпы. Мы, особенно же, не станем желать ни похвал, ни имений, ни богатства, и не будем считать бедность за какое-либо зло. Бедность научает нас и мудрости, и терпению, и всякому любомудрию. Ведь и Лазарь жил в бедности, и однако же был увенчан. И Иаков желал иметь только хлеб. И Иосиф находился в крайней бедности и был не только рабом, но и узником. И однако же, поэтому мы еще более удивляемся ему. Мы не столько восхваляем его в том случае, когда он раздавал пшеницу, сколько в том, когда находился в темнице. Не столько тогда, когда был в оковах, не тогда, когда восседал на троне, а когда подвергался козням и был продан. Итак, представляя себе все это и помышляя о венцах, сплетаемых этими подвигами, «Будем удивляться не богатству и почестям, не удовольствиям и владычеству, а бедности, а ковам, узам и терпению ради добродетели. Конец первых исполнен смятение и беспокойство, и обладание ими соединено с настоящую только жизнью, а плод последних — небо и небесные блага, которых не видел глаз, не слышало ухо» Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9, «Которых и досподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава во веки веков». Аминь.